Добрый день! С вами Светлана Вронская, автор телеграм-канала «Аналитикс.Нау» и новый подкаст серии «Эры искусственного интеллекта» «Тедвайзер». Сегодня поговорим о понятии, которые находятся на стыке аналитики и маркетинга – «social BI», и которые очень часто понимают неправильно. Точнее, не неправильно, а неполно. Так разбираемся вместе. Рынок Social Business Intelligence определяется как рынок продуктов и услуг для создания, публикации и совместного использования настраиваемых аналитических отчетов и информационных панелей конечными пользователями облачных технологий. В 2020 году этот рынок составлял 1,7 миллиардов долларов США, а в 2027 достигнет 7,9 миллиарда, увеличиваясь каждый год примерно на четверть. Что неудивительно, данные социальных сетей и интернета во многих сферах бизнеса, особенно связанных с конечными потребителями, крайне важны для получения обратной связи. Вот тут я, наверное, вас уже запутала. Что же такое Social BI? Это совместное использование BI внутри компании или сбор информации, важной для компании с просторов интернета. Спойлер для самых нетерпеливых – это и то, и другое. Во-первых, социальная или совместная бизнес-аналитика – это использование инструментов с выходными данными бизнес-аналитики для принятия коллективных решений. Социальная бизнес-аналитика, впервые появившаяся благодаря быстрому росту социальных сетей в 2009 году, позволяет осуществлять совместную разработку постпользовательской аналитики среди бизнес-аналитиков и других специалистов в области интеллектуального анализа данных. Социальная бизнес-аналитика означает больше совместной работы в BI. Мы привыкли воспринимать BI как инструмент для отчетности, создания дашбордов, спорадических запросов, а также для возможности отслеживания эффективности компании и других показателей. Традиционные системы бизнес-аналитики фокусировались на получении данных из хранилищ данных и других баз данных, а не от других пользователей. Это был единый источник правды, и никакому обсуждению он не подлежал. Социальная бизнес-аналитика привносит существенный элемент совместной работы в области BI, что означает, что больше и больше решений бизнес-анализа позволяют пользователям уточнять какие-то моменты друг у друга и связывать вопросы с определенными отчетами и дашбордами, которые видны в BI-системе. Таким образом, даже интерфейс BI трансформируется и становится похожим на Facebook, например, где видны отзывы, лайки и популярность тех или иных данных и отчетов. Но это все во-первых. А во-вторых, социальную бизнес-аналитику можно интерпретировать как предоставление бизнес-анализа на основе данных социальных сетей. Например, в розничной сети, продающей товары бытовой техники и электроники, необходимо знать, как люди реагируют на их последние рекламные объявления или рекламные акции. Отчеты и дашборды, сделанные на основе данных из социальных сетей, представляют то, о чем люди говорят, в режиме реального времени. Сбор данных из разных социальных сетей и подготовка понятных отчетов поможет ритейлеру определиться с дальнейшими шагами. Такие информационные панели, визуализации, отчеты, основанные на информации из социальных сетей, помогают компании получить эффективную обратную связь и действовать соответствующим образом. В некотором смысле, Social BI – это своеобразный аналог DevOps в мире аналитики, поскольку дает возможность получать отзывы клиентов на ранних этапах внедрения какой-либо услуги или при запуске продукта, а не задним числом. Социальная аналитика при этом – это использование тех возможностей, которые вам уже предоставляют средства аналитической обработки данных социальных СМИ. Это может быть базовая аналитика или более сложная. И такую аналитику считают важнейшим источником данных, в которых сочетаются опросы об удовлетворенности клиентов и другие виды отзывов. И все это может нам дать различные сведения, которые могут определять продуктовый ассортимент, рекламные компании, клиентские обслуживания, да в общем, что угодно в плане наших дальнейших шагов. Например, в автогиганте Ниссане аналитики классифицируют и размечают данные социальных сетей, помогая тем самым предоставлять практические знания бизнес-руководителям. Те смотрят уже на какие-то готовые примеры. Примеры из американской практики рассказывают о том, как выполнять поиск по ключевым словам и фразам на форумах и в блогах с помощью технологии семантической фильтрации. И вот этот второй аспект Social BI означает, что он привносит большое количество типов данных из различных источников в BI. И огромная зона роста лежит в области использования неструктурированной и полуструктурированной информации из социальных сетей среди аналитики. Не надо никому говорить, что социальные сети – это неистащимый источник знания. Компании могут узнать, что реально о них думают клиенты, что об их продуктах думают клиенты и вообще узнать, думают ли о них клиенты. Используя Data Mining, можно исследовать твиты, апдейты статусов, посты. И со всем этим маркетологи с помощью инструментов обработки естественного языка могут выцеплять нужное знание и понимание из социальных сетей. То есть правильно будет сказать, что Social BI – это бизнес-аналитика, плюс управление знаниями, плюс нетверкинг, плюс совместная работа в BI, в социальных сетях, плюс мониторинг и аналитика социальных сетей. И все это в новом интерфейсе. Важная функция, которую ждут все на рынке Social BI – это возможность использовать такие данные в режиме реального времени и заливать их в хранилище данных, чтобы сравнивать с данными из других источников. И только после этого отправлять в классические BI-системы. Встраивание этих данных в хранилище – сложная задача. Стандартное HD хранилище данных с не более чем 10 терабайтами объема хранения не выдержит сотни терабайтов или даже петабайтов, которые каждый день будут заливаться из социальных сетей. Сколько таких данных мы можем позволить себе встраивать в хранилище, а затем и в BI? Какой процент данных из социальных сетей вы предпочтете игнорировать, когда у вас не останется места? Очень большие вопросы. А если учесть, что эту же информацию можно отправлять в систему предиктивной аналитики для анализа исторических данных и построения прогнозов для будущего поведения клиентов и рынка, то и здесь возникает та же задача. Точно ли у вас есть место для хранения и обработки этой информации? И есть ли у вас специалисты, которые готовы решать эту задачу? Но главный риск, связанный с использованием Social BI, как мне кажется, психологический. Как принимать решения на основе не только официальных данных компании, поступивших из одного источника, но и на базе другой информации, перешедшей из других мест? Приведу пример. Например, мы на встрече с руководством компаний, и руководство компании, топ-менеджер смотрит на результаты продаж какого-нибудь товара. И, допустим, нам надо принять решение, расширять ли производство этого товара. Дашборд в BI-системе показывает нереальный рост продаж. График уходит в небо, просто пронзает этот дашборд. А данные, собранные инструментом в системе Social BI из интернета, форумов, соцсетей показывают, что 60% покупателей недовольны продуктом. И что же нам теперь делать? И главное, какой источник считать единым источником правды? Такие примеры и сдерживают желание компании внедрять в Social BI. Кроме того, чтобы использовать Social BI, желательно иметь один инструмент, а не плодить зоопарк. Естественно, на рынке, и на международном, и на российском. Есть отдельные продукты, которые собирают довольно качественно данные из соцсетей и дают инструменты для их анализа. Но мы, компании, пользователи, ждем от вендоров, от производителей, чтобы они инкорпорировали в существующие BI-системы элементы Social. Аналитики предрекают, что мы такую функциональность получим со дня на день. И некоторые аналитики даже указывают на то, что в некоторых системах, у IBM, у Клика, у Майкрософта, у Типка, эта функциональность уже в том или ином виде есть. Важный момент. При использовании Social BI люди, сотрудники, продолжат играть ключевую роль. Потому что в социальной аналитике, независимо от того, насколько тесно будут интегрированы эти системы с традиционными бизнес-приложениями, все равно человек должен будет осуществлять функцию непростого прослушивания социальных сетей, а человек должен все равно будет иметь глубокие знания о продуктах и услугах компании, чтобы правильно интерпретировать ту информацию, которую он получает из этих социальных сетей. При полной автоматизации этот фактор утрачивается, хотя кто знает этот искусственный интеллект. В любом случае очевидно, что Social BI помогает в следующих областях. Увеличивает производительность труда и совместную работу. Удерживает баланс между качеством данных и их использованием. Увеличивает популярность коллективного принятия решения. И, кроме того, Social BI дает возможность пользователям делиться, комментировать, популяризировать данные для понимания, какие именно данные и инсайты требуются в компании. А с вами была Светлана Вронска и подкаст серии «Эра искусственного интеллекта» от Advisor. Подписывайтесь на наши подкасты и читайте телеграм-канал Analytics Now, чтобы всегда быть в курсе самых последних новостей и тенденций в области аналитики данных. Продолжение следует...